Кортизол, он тоже ведь, он хоть и стероидный гормон, но он как раз выходит, он воздействует на ДНК и выходит опять в кровоток. Его можем замерить, а тестостерон не можем. Молочная кислота в мышечном волокне активно набирается еще после завершения, потому что у нас подход закончился, а рессинтез креатинфосфата происходит как раз за счет наэробного гликолиза. То есть где-то через полторы минуты у нас максимальное количество молочной кислоты в мышечном волокне. Не во время работы, а в период отдыха. У нас четыре фактора синтеза БЛХ, которых мы всегда называем. Что это повышенное содержание анаболических гормонов, это повышенное содержание аминокислот в крови, это свободный креатин и ионовый водород для лобилизации мембран. Роль гликолиза переоценена, то есть это на самом деле очень маломощный источник энергии. Но для лессинтеза креатинфосфата он только один в гликолитических волокнах. Мы считаем, что центральная нервная система практически в спорте неутомляемая. Всем привет! Сегодня мы немножко в обширной такой компании. К нам через интернет обратился вот Павел Гвоздев, правильно ты назвал фамилию? Павел Гвоздев, он из Челябинска, справа внизу он к нам обратился. Ту информацию, которую мы в ответах на вопросы и просто в научном подходе, вы видите, мы выпускаем видео. И вот Павел в одном из комментариев, хотя нет, давайте лучше уж сам он расскажет об этом. Давайте сначала представимся. Я Захаров Александр, тренер по тяжелой антлетике, мастер спорта, высшее спортивное образование. Кригорий Челенгарян, сверху надо мной, кто будет смотреть. Это ведущий специалист лаборатории Силуянова. Павла я уже представил. И у нас есть новый участник, это Андрей Антонов. Григорий, представьтесь, пожалуйста, должность. Андрей Антонов, чемпион мира, мастер спорта международного класса по арм-рестлингу и руководитель научного сектора лаборатории спортивного образования. Кстати, мы не узнали, Павел Гвоздев, какая у него специализация, чем он увлекается и так далее. Я пока что только кандидат в мастера спорта по силовому троеборью, IPF, Федерация, ФПР. Выполнил давненько, еще в 2009 году, перед армией, незадолго до армии. Выполнил фактически сам, то есть в то время тренировался сам, и только мне там экипировку помогали одевать и все. После армии тоже продолжил тренерскую деятельность, но сейчас больше работаю в группах по функциональному, так называемому, тренингу, как сейчас принято, по кроссфиту, потому что ближе гораздо к работе в секции. Я начинал работу тренерскую тоже в секции по пауэрлифтингу, в детско-юношеской спортивной школе «Тропедо» Челябинской. И вот, как бы тоже, можно сказать, продолжаю такую секционную работу тренерскую. Еще вопрос по образованию, ну, педагогской школе, да? Я, у меня образование, как-то, может быть, так не в мою пользу прозвучит, не физкультурное. Нет, ну, я не знаю, я не в том, чтобы там минусы находить, нет. Просто образование у меня гуманитарное, я политтехнолог по образованию. Нет, нет, ничего, все нормально. У меня первое образование, я экономист, а второе уже педагог физкультуры. Так что в этом проблем нет, можешь учиться. У нас, к сожалению, в Челябинске таких вот сильных школ, как бы, нет учебных заведений, связанных со спортом. Поэтому приходится исключительно самообразованием заниматься. Хорошо. Давай тогда расскажи нам, что к чему, чтобы поняли люди, о чем речь. Да, даем тебе первое слово. Ну, я так постараюсь покороче, более сжато. Ну, и как бы сейчас есть такая, можно сказать, теоретическая конструкция, модель, в которой принято считать, что тренировочный стресс от нагрузок тренировочных, то есть связанных, может быть, с отказной работой, с работой на одноповторный максимум и так далее. С стрессом. Для дальнейшего нашего анаболизма, то есть для дальнейшего построения мышечной массы, например, да, роста миофибрил и других пластических структур клетки. Ну, как бы я в свое время тоже считал, ну, принимал эту конструкцию, эту модель за, ну, как сказать, единственно правильную. Ну, интересно начал копаться, искать на том же подмеде, на ресурсе, где собрано много очень там диссертаций, работ, систематических обзоров, метаанализов, в том числе и на темах спортивной физиологии. И все больше мне стало попадаться материала, где очень были либо неоднозначные результаты подобных исследований на эту тему. То есть, как бы авторы, даже пытаясь вроде как доказать данную модель, все равно делали в конце оговорку, там, требует дальнейших исследований, требует дальнейших исследований. Плюс еще появилось очень немало работ, где, как бы, эта теория, ну, даже косвенно ее люди касались и то уже ставили под вопросом. Есть прямые исследования на эту тему, то есть, связанную, там, с повышением уровня гормонов, или даже ее сейчас так и называют, там, гормональная теория гипертрофии мышечной. И я, как стал в ней сомневаться, и стал тоже по этому поводу искать материалы, причем не только материалы, там, опровергающие. То есть, я считаю, было бы, наверное, ну, с методической точки зрения неправильно. То есть, априори, да, какую-то мысль и искать ей подтверждение. Так можно, чем угодно, да, найти подтверждение, там, действенности гомеопатии, там, если задаться вопросом. То есть, как бы, в общем, стал по этой теме искать публикации, даже много что тут нараспечатал, ну, тут и в англоязычном у меня варианте, и даже просто у меня бумага кончилась. Вот. Но большинство, опять же, исследователей, даже тот же, наше все, этот Шонфельд, такого только фамилию правильно прочитать, он, даже у него есть в систематическом обзоре, он тоже оценивает эту теорию, как бы, достаточно критически. И, что, мол, нужны дальнейшие исследования для, как бы, для подтверждения этой модели, скажем так, гормонального отклика. Да, ты по двум исследованиям, правильно? Да, да, да. Все, ну, сейчас ответим, мы же поняли, о чем речь. Ну, там их побольше, чем два, ну, вот основные. Не, не, две статьи, которые ты отправил, я имею в виду, большие, вот эти. Кто начнет? Ну, давай, Андрей, начните тогда. Ну, я саму суть вопроса так и не услышал. Вопрос в том, что гормоны, скажем, играют не такую значительную роль, как им это предписывалось. Да. Но, тем не менее, у нас тестостерон непосредственно воздействует на сам процесс транскрипции. То есть, вот Виктор Николаевич всегда говорил, что самый главный из факторов мышечного роста, это как раз тестостерон. Если тестостерон не заходит в ядро клетки, в две клетки, то транскрипции как таковой не будет. Транскрипция – это вот снятие и РНК, то есть, под воздействием тестостерона и рецептора распущивается цепочка ДНК, снега, цепопия с одного гена. А ген – это информация о строении одной биокопии в молекуле. И, соответственно, вот именно тестостерон запускает этот процесс. Дальше уже эта РНК выходит из ядра в репосом, и по ней начинается, как по рабочему чертежу, сборка белковой молекулы. И если не будет тестостерона, то этот процесс ничто, скажем так, запустить не сможет. Все эксперименты, большая часть, дают достаточно большой разброс именно по тестостерону. Если по гормону роста и по инсульному подобному фактору роста, там данные более-менее упорядоченные, то с тестостероном получается такая засада. И мало кто учитывает, что тестостерон-то у нас заходит внутрь мышечной клетки и уже не выходит. Это стероидный гормон, он проникает внутрь. Поэтому как раз тот тестостерон, который попал внутрь клетки, его замерить никак невозможно. Он попадает именно в момент закисления мембран. То есть в процессе схода самого упражнения тестостерон уже заходит. И сколько его внутри клетки мы не можем определить. Мы можем определить, сколько его в крови, сколько не работает над синтезом. А вот сколько зашло, пока нет никаких методов научных, чтобы определить, действительно, сколько выработало с тестостерона. Можно там, допустим, по лютинизирующему гормону, который у нас запускает, активацию тестостерона определить. Но это тоже будет не совсем корректно, потому что на тестостерон еще влияет молочная кислота. То есть были опыты с мышами, я писал статьи. То есть там лактат находили в тестикулах у крыс. То есть есть воздействие молочной кислоты непосредственно, минуя вот этот вот центральный путь через гипоталамус и гипофиз. А прямое воздействие лактата на секрецию тестостерона. Поэтому здесь, к сожалению, приходится признать, что наука сейчас не обладает точными данными для того, чтобы эту проблему можно было как-то рассмотреть. То дает 30% прибавка тестостерона, то меньше. Вот Институт медико-биологических проблем, с которым мы сотрудничали, наградовал, попов на нее, сделал ряд публикаций. Там вообще показалось, что количество тестостерона после тренировки меньше, чем до начала тренировки. На что Виктор Николаевич нам говорил, что весь зашел практически. То есть наоборот, это в данном случае показывает, что весь тестостерон проник и начал работать. А мы фиксируем, наоборот, его уменьшение. Вот как-то так. Ну, здесь тогда, наверное, встает еще вопрос самого стресса тренировочного. То есть надо ли действительно добиваться, как бы, то есть на клеточном уровне, скажем, если можно так выразиться, стресс и общий стресс, то есть на уровне нейроэндокринной связки. Ну, мы вопрос поняли такой, что можно и без стресса обойтись. Ну, без, ну да. Ну, если вот принять извне, принять извне много, чуть-чуть закислиться, прям чуть-чуть, можно, наверное, и обойтись без стресса. Я так понимаю, правильно, Андрей? Да. При приемлеме анатолических стероидов нам стресс не нужно. Нам нужно только закисление мембран. Гормоз там и так больше, чем нужно. Нет, я сейчас употребляю. А, то есть без употребления. Да. Употребление, то есть. Нет, ну, слушай, мы процесс весь знаем же, что без стресса столько гормонов не выделим мы. Без употребления мы без стресса не выделим. Я понял, почему ты этот вопрос задал. Ты имеешь в виду то исследование, где над больными делали эксперименты, правильно? Ну, и его тоже. Да, но это больные люди. Понимаешь? Там, Андрей, помнишь исследование, где над больными людьми делали исследование, проводили, что они, как там было, ну, по-моему, только питанием у них был рост мышц, да? По-моему, так. Только питанием. Или они тренировались тоже. Вот, я сейчас прочитаю сразу тогда. Вот, исследование проводилось частью мужчин, болеющих раком простаты, которые получают антиандрогенную терапию, то есть тестостерон на уровне кастрации, и тренирующиеся с отягощениями показали существенное увеличение мышечной массы и силы, но приросты можно назвать в лучшем случае скромными. Уилкинсон провели эксперимент с участием 10 мужчин, 21-22 лет, выполнивших восьмонедельную программу тренировок. Три раза в неделю разгибания голени и жимы одной ногой. Так, сколько тут подходов? Три подхода, 6-10 повторений, 80-90% от ПМ. Отдых 3 минуты. При выполнении программы не наблюдалось существенных изменений тестостерона, гормона роста или инсулино-подобного фактора роста 1 в ответ на нагрузку. Сканирование при помощи КТ обнаружило существенное увеличение поперечника мышц. Эти данные показывают, что тренировка, не вызывающая существенного повышения тестостерона, гормонов и так далее, может стимулировать гипертрофию мышц. При этом трудно определить, насколько этот анаболический отклик был оптимален, так как нам известно, что и тренировки, и тестостерон независимо стимулируют гипертрофию мышц, а их сочетание приводит даже к увеличению анаболического ответа. Правильно? Это и этот вопрос. Да. Андрей, что ты скажешь на этот эксперимент из 10 человек, больных вот этой болезнью? Ну, во-первых, какое-то количество тестостерона все равно было. Тут даже небольшое количество, если оно попадает в мышечные волокна, оно уже оказывает воздействие. Вот Саша Грачев рассчитывал, если, допустим, прием одной таблетки метанного тестостерона, по сути, очень низко повышает количество тестостерона. Два с половиной, одна на мой. Но если она будет принята перед тренировкой, пойдет на закисление мембран, то даже от одной таблетки уже пойдет прирост. То есть здесь главное, чтобы тестостерон вошел внутрь мышечной клетки, чтобы мембраны были закислены. Мы же знаем, что окислительные мышечные волокна у нас практически не гипертрофируются. Вот именно за счет того, что по всем другим факторам мышечного роста совпадение полное, а вот из-за того, что мембраны там недостаточно закислены, очень много митохондрий, тестостерон не проникает. И в пять раз гипертрофированы, например, могут быть гликоритические мышечные волокна, а гликоритические, а окислительные оставаются такие же, как у нетренированного человека. Тоже релевая вполне ситуация. К тому же, помимо тестостерона, у нас в мышцах, непосредственно в мышцах самих, вырабатывается инсулиноподобный фактор роста. То есть мы говорим не тот, который в печени из самотропина преобразовывается, а еще уже доказано, что может в мышцах образовываться. И в данном случае он тоже влияет на процесс транскрипции. Соответственно, может быть этим объяснено. Ну, здесь погоня просто опять же за тренировочным стрессом как таковым, как средством получения вот этого гормонального отклика. Может еще и на катаболические факторы. Тоже ведь мы стресса добиваемся на тренировке, но ведь повышаются еще и катаболические факторы. То есть те же и микротравмы какие-то, и закисления. То есть если померить крови уровень той же креатинкеназы, локтад-дибидрогеназы, я не знаю, и мочевины, то есть кортизола. И причем что роста и анаболических гормонов зачастую происходит одновременно с ростом этих факторов. То есть можно в данном случае рассмотреть повышение уровня анаболических гормонов как спасателей, как службу, как спасательную службу. То есть как реакцию организма на стресс нейроэндокринной связки и на какие-то, может быть, вероятные или уже состоявшиеся повреждения, скажем так, клеточных структур. И организм, грубо говоря, выпускает спасателей, да, а не строителей столько. То есть действительно, насколько мы стрессом воздействуем и воздействуем, скажем, в силу именно перевеса анаболических процессов, вопрос, то есть не превышаем ли мы, скажем, гонясь за стрессом этот порог и не увеличиваем ли наоборот катаболические факторы. То есть вот здесь, мне кажется, такой краеугольный камень, вот это единство и борьба противоположностей, что угадать. И причем были результаты, как и у меня, например, так и у моей группы, да, которые там, ну я вам, там точно девочки, которые, я уверяю вас, исключено употребление анаболических препаратов, даже тренируясь, например, не до отказа, но все равно с достаточно большими весами, ну если так условно, чтобы там поняли любители процентов, да, процентовок, например, 80%, которые мы, в принципе, можем, как правило, в упражнении поднять там на 8-10 раз, да, мы поднимали, например, ну около 5 повторений, 6. Но с относительно небольшим отдыхом между подходами. А понимаешь, с чего ты взял, что у этих девочек твоих от 5 повторений не было стресса? Ну вот я и говорю, что отказ-то не всегда нужен, то есть не обязательно это нужен, стресс-то. Миллиард раз уже сказали везде, что отказ, это не тот отказ, который все понимают, когда там 3 часа поднимают, а потом задавило и все. Нет. В правильной технике, если выполнить раз 10, уже будет стресс. Например, оставить запас в 1-2. Например, ты жим-лежа делаешь 10 повторений, да, а у тебя еще там в запасе 1-2 осталось, это тоже, считай, отказ, потому что стресс произошел. Вот этот отказ мы считаем стрессовый такой, вот как-то так. Ну вот я считаю, что вот это пояснение, оно вот как бы очень конструктивное, потому что я... Раз повторяйте это. Я встречал много таких как бы товарищей, которые вот настолько себя, ну, доводят на тренировки, что говорят, ну как же, там же сказали нам там, вот там, что надо до отказа там прям работать, чтобы давило, чтобы помогали и так далее, снимали штангу там с груди или там со спины. Слушай, и так можно, но я тебе уверяю, вот многих тренируем. Человек, например, в жиме лежа делает у меня 15 повторений, а мог бы еще 16, и даже и может и 17, и сделал бы еле-еле там 3 часа, но я ему не даю этого делать, потому что вот 15 раз он сделал, время под нагрузкой 30 секунд, у него уже стресс. Вот, вот какой отказ нужен, в принципе. Ну, фактически, да. Технически, получается, грубо говоря, отказ, скажем так, если можно так сказать. Да, вот Грачев Александр миллиард раз повторял то же самое, что я сейчас сказал. Вот, он, кстати, приводил пример Рони Кольмана, который на 12 повторений делал, у него прям отказа-отказа не было, но все повторения, что первое, что 12, технически верное, но там видно, что у него этот 12, и вот там сделал бы он 13 и 14, наверное, еле-еле, но он не делает, но он уже стресс чувствует. Ну, Кольман такой пример, там, конечно, в фармакологии ведро. Андрей, прокомментируй тоже. Ну, здесь, что можно сказать. Сам Виктор Николаевич нам говорил, что отказ должен быть такой, чтобы два повтора были еще вынужденными. Я с этим категорически не согласен, а не согласен, почему? Потому что это может только у новичков, которые не умеют делать, там действительно им нужно. А спортсмен, опытный спортсмен, он же прекрасно знает, он если выложился, то он выложился. И следующее повторение, которое он будет с помощью делать, он там включится процентов на 80, потому что больше будет тянуть страхующие, грубо говоря. Ну, да. Тут мы прекрасно знаем, что вот все, еще одно повторение будет, но здесь я чувствую, что я это могу не сделать, а я его просто не делаю. И это вполне достаточно. Это уже может считаться вполне отказом. А то, потому что, как бы, опять же, бытует и среди блогеров, которые, как бы, себя выдают за, типа, скажем так, силу яновцев, что вот, пауэрлифтеры, которые, мол, работают не до отказа, не до упора, там, да, то есть там могут сделать, там, пять повторений, делают три, вот что они, мол, на самом деле там все там, то только на фарме и прогрессируют. То есть есть вот такая точка зрения. Ну, работа должна быть от 20 до 30 секунд, если мы прогрессируемые критические, потому что, если меньше, не будет молочной кислоты, а молочная кислота нам дает тестостерон, скажем, секрецию тестостерона непосредственно. И если не будет отказа, то, соответственно, центральный механизм через гипоталамус будет нарушен. Поэтому нам надо вот это, оба этих способа, секреция тестостерона, использовать в какими-то тренировках. Короткие, трех повторные тренировки нам дают, могут дать только центральный фактор. А для того, чтобы вышел оптат, работа должна быть не меньше 20 секунд. Ну, то есть в широком смысле еще необходим некий такой метаболический стресс, так называемый, то есть чтобы мы еще кретина, фосфат потратили, да, нужно потратить креатинфосфат, креатинфосфат переходит в креатинфосфатный челнок и начинает выделяться нужная нам концентрация в итоге ионов водорода нам нужна. Это 30 секунд, 30-40, ну, максимум. Ну, плюс свободный креатин еще участвует, я как понимаю, в образовании, да, тоже МРНК информационная, да? Нет, энергетические. То есть есть, да, у нас есть молекулы АТФ, там их ГТФ, которые тоже, бакроэнергетические связи, которые обеспечивают энергетику вот этого процесса транскрипции. И эти АТФ, они не выходят из ядра клетки, они так и остаются. А фосфат у них восстанавливает как раз креатинфосфат. То есть, он именно обеспечивает энергетический процесс. Потому что сейчас много, опять же, большинство статей, касающихся гипертрофии скелетных мышц, там все больше разговоров именно вот, ну, в широком смысле о метаболическом стрессе. То есть, о затрате энергии в клетке, да, о, там, может быть, даже, там, кто-то, я слышал, даже о затрате кислорода в клетке затрагивал, там, измеряли этими датчиками кислорода на мышцах инфракрасными. То есть, все равно сейчас вот модель такая превалирующая, больше даже, наверное, не гормональная, ну, насколько можно видеть из исследования, а больше такая модель метаболического стресса. То есть, затратили энергию, и даже немного я наблюдал такое возрождение теории микротравм в мышечных волоконах. Ну, там сделали ставку на то, что, мол, микротравмы там усиливают работу клеток-сателлитов, да, чтобы они там новые ядра отдавали, скажем так, в активные клетки и так далее. То есть, ну, вообще, больше принято модель именно метаболического стресса, видим, по затратам энергии, в основном, по количеству свободного креатина, образовавшегося в результате, как бы, объемной тренировки, в целом. Ну, то есть, и про гормоны, вот, везде так побаиваются, как бы, говорить, что, мол, ну, мол, вроде как есть и гормональный фактор, да, но, как бы, до сих пор нету точных измерений, нету точных цифр объективных исследований по этому поводу. То есть, часто всего все равно же мы получаем, вот опять же, да, как вначале Андрей говорил, данные там, либо после, когда там уже либо зашел тестостерон, и мы там получаем... Нет, смотри, перебью сразу. Вот из практики пример, да, то, что тебе прям не верится, да, что вот гормоны выделились и зашли в клетку, а мы проверить их не можем. И ты раз говоришь, раз мы их не можем проверить, какая гарантия, да, что они выделились и зашли в клетку? Ну да. А гарантия из практики. Практика опережает теорию в некоторых вещах, правильно? Заходим в секцию военной борьбы и греко-римской борьбы и смотрим на борцов, которые никогда не принимали, они слова даже тестостерон, поверь мне, не знают. Вот туда, куда я хожу, например, или с кем я работаю, они в тестостерон слова не знают, что такое. Но если посмотришь на их мускулатуру, удивишься. На своем, с детства, вот они выделяли столько гормонов, и эти гормоны зашли в клетки, и питание у них все с этим тоже нормально. И все, вот они выглядят, как выглядят. Но там же все равно есть фактор отбора некоторого. То есть кто-то из, мы же можем сказать, что есть с детства, да, ребята, которые отличаются гипертрофией даже. Подожди, отбор отбором, но у них же мышцы, есть рост мышц, скажем так. Ну, мы, опять же, не обязательно можно это объяснить. Я не то, что я сейчас просто пытаюсь немножко оппонировать, специально, можно сказать. То есть тестостероном. То есть, опять же, да, вот мы берем, например, из практики тяжелой атлетики, такие показатели, ну, например, не знаю, как КПШ, например, да, количество подъемов штанги. И есть прям такие, ну, известные считающимися прям гуру, там, из пауэрлифтинга, там, да, тренеры, которые вот у них исключительно считают они, там, КПШ, там, наш и так далее. То есть мы можем, ну, как скажем, как угодно объяснить действенность тренировки, но реальная ее действенность, как бы, ну, несколько большая сумма факторов, да, чем конкретно вот именно анаболический может быть фактор. Плюс, естественно, отбор, там, на уровне, что тот, кто подойдет для борьбы, скажем, для кого-то другого вида спорта, если у него, там, даже, ну, скажем, к гипертрофии, он не так склонен, там, да, кто-то тренируется, тренируется, стрессует, стрессует, там, выделяет, выделяет гормоны, правильно питается, и все равно он не добьется, например, такого результата, как, например, другой, которого может быть даже менее стрессовый, казалось бы, даже относительно, да, на, скажем так, измерение тренировки, если, там, стресс нужно померить, то он все равно, там, уже изначально, там, у него мышцы все растут, он, там, посмотрел на штангу, там, да, уже что-то там выросло, то есть, условно говоря. То есть, как бы, сумма факторов получается, то есть, ну, как бы, гормоны, естественно, нужны, я просто не утверждаю, что не нужны гормоны. Во время тренировки, это, вот, я даже прочитаю, ты пишешь, что концентрации прям смешные по сравнению даже с минимальными дозировками. Ну, с этим я вообще не согласен, я пример привел, не просто борцов пример привел. Я могу борцов пример привести в сборную Армении, которых я знаю, например. Ну, посмотреть на них, какие у них мышцы, и не только у них, а всех ребят, которые, откуда они вышли, с города, с одного, весь город занимается борьбой именно греко-римской, они все с мышцами, как именно, позавидовали бы большинство людей, которые занимаются фитнес-залом. Именно это, я уверен, что это, вот, результат тренировок, как они тренируются, и стресса, который они получают, и гормонов, которые выделяют во время тренировок своих. Я говорю, у них просто изначально, может быть, по сравнению, просто на факторе отбора был, вот, изначально, по сравнению с другими людьми, высокий уровень. Потому что люди даже, как бы, до достаточно приличных дозировках, там, ну, мне вот, до смешного, там, рассказывают по рули все, да. У меня, говорит, поддерживающая, там, дозировка поддерживающая. У людей, там, не знаю, там, 10, там, таблеток, там, метанодростанолома 10-миллиграммовых, у него поддерживающая. У меня глаза вот такие, я говорю, что ж там, думаю, не поддерживающие-то. Вот, и, вот, как бы, такие случаи, смотришь, а человек-то, вроде, и употребляет такие дозировки, а что-то там с результатами... А потому что как-то тренируется, да неправильно тренируется. Да, это понятное дело, да, то есть даже на дозировках можно ерундой в зале страдать и, конечно, ничего не иметь. Ну, конечно, а если он, например, на 10-ти не растет при своих тренировках, ну, примет 100, будет расти. Ну, по-контре, так, другой будет просто. Антон, скажи, пожалуйста, мнение свое тоже вот по этому поводу. Вот, Виктор Николаевич еще в своей акте тоже акцентрировал на этом вопросе, что если принимать, если мы, например, стероиды принимаем таблетированную форму и максимальная концентрация в крови совпадет с временем тренировки, то это позволяет расти с таких мини-доз, которые там в 10 раз меньше. Если мы приняли там таблетку того же метана с утра, пошли на тренировку вечером, то фиг концентрации попадается на время отдыха. И вот, соответственно, этот метан усваивается печенью, которая постоянно работает, там, почками, и только одна десятая часть от того, что могло бы попасть в мышцы, попадет в эти мышцы, и эффект будет минимальный. И надо понимать, что по большому счету нам нужно вот именно, интересует нас тот тестостерон, который зашел в мышцы. А его, может быть, не так много, но эффект достаточно сильный будет. Поэтому, может быть, там повысилось на 30% концентрации тестостерона, зато он весь смог зайти за счет лобилизации мембран. А пока современные методы не позволяют это учитывать, поэтому всем этим исследованиям, к большому счету, сейчас грошится на. Они могут только белковые и пептидные гормоны отслеживать, которые не проходят, которые так с наружными рецепторами контактируют. Это гормон роста, это инсулиноподобный фактор роста. Итог по инсулиноподобному фактору, как я сказал, он может в мышцах, непосредственно в мышцах вырабатываться. Соответственно, его тоже невозможно оценить, потому что в крови показывают другой инсулиноподобный фактор роста. Пока нету на нормальных исследований, поэтому только моделями можно мыслить, представлять эту модель. То есть получается, как это, ну грубо говоря, в квантовой физике, то есть можно говорить о протекании процессов с некой долей вероятности. То есть говорит, что есть такой фактор, да, ну я просто сажусь к тому, что он не единственный может быть, ну и не самый главный. То есть опять же мы, да, мы про разговор, про прием, да, анаболических препаратов. То есть человек принял, но при этом или потренировался, не попал по времени, или как-то и потренировался, например, вообще там с перебором, и питание у него плохое. И то есть сумма факторов, где, наверное, ну гормональный фактор, конечно, если только это мегадозировки, там если это там человек по грамму там в неделю, по полтора грамма в неделю себя бодяжит, то, наверное, там, конечно, как, по-моему, Василий Волков цитировал Остапенко, украинского специалиста по пауэрлифтингу тренера, что, говорит, пока, говорит, есть такие мегадозировки фармакологии, говорит, что хоть березу во дворе шатай, там что-нибудь да вырастет. Ну да, ну да. Получается. Потому что основной аргумент всегда людей, вот в пользу, скажем так, анаболического вот этого фактора, говоря, что да как же так, штангисты же там с пауэрлифтерами принимают, вот если бы не работали бы гормоны, то они бы, наверное, не принимали. Как бы, ну, я считаю, что немножко неправильный аргумент, потому что, ну, совсем-то уравнивать экзогенные гормоны и эндогенные их всплески, ну, в нынешних дозировках, скажем так, что принято, ну, скажем так, не совсем правильно. То есть, недоказательная аналогия. И без учета, опять же, катаболических факторов. Человек стремится себя согнать в стресс, считая, что он сейчас этим больше выработает, там, тестостерона и гормона роста. Хотя вот тоже последнее, интересно, я видел исследование по поводу его, ну, как сказать, то, что гормон роста не сильно-то участвует в гипертрофии сократительных элементов, то есть, клетки самой. То есть, он больше воздействует на соединительную ткань, а его воздействие на сократительные элементы, да, на миофибрилы, там, минимальное. Там очень большие дозировки экзогенные. Уволили всегда, да, что тестостерон заходит в клетку, а гормон роста нет. И что вот очень плохо, что очень мало исследований по поводу, там, катаболических факторов тренировки. То есть, насколько там человек превышает свои некоторые, скажем так, возможности постановления и гонится вот за таким вот стрессом, ну, то есть, как бы, тут логика «заставь дурака Богу молиться», собственно, наверное, работает. И не понимает, что он, помимо, там, как он думает, анаболических факторов, да, он еще создает такие, там, разрушения, там, что с точки зрения, там, биохимического, что механические. Там, если померить у него, там, какую-то, мочевину и креатинкеназу, там, и кортизол, там, мне кажется, перекроют все, наверное, анаболические факторы уже. То есть, человек так перепахивает, что у него даже никаких, там, этих гормонов, уже анаболических не хватает для покрытия всех этих, всего этого ущерба, скажем так. Информендации наши не больше девяти подходов. Это ж не с потолка силу Янов взял. Вот сейчас я озвучиваю цифры, как раз вот из-за работы Попова, Синоградовой, когда после восьми недель тренировок, там, через пятнадцать минут после тренировки брались гормоны. Тренировка одна была в стетотодинамике с 50-процентным отягощением, вторая, соответственно, в динамике с 80-процентным. Так вот, значит, креатинкосфокиназа 156 при динамическом, единиц на литр, а при стетотодинамике только 60. То есть, практически, в три раза меньше разрушения было при стетотодинамическом тренинге. Но по лактату, лактатов было больше в крови при стетотодинамике. 11 мм было при динамике, 13 при стетотодинамике. Самототропный гормон 0,22 было до тренировки, 6,3 после динамики, 8,3 после стетотодинамики, нанограмм на моль. То есть, видим превышение, ну, почти, чуть меньше, чем полтора раза при стетотодинамике. И своленоподобный фактор роста 277, 266, даже меньше получается, после динамики, и 372 после стетотодинамики. А тестостерон, 4 было контроль, 4 при динамике, и 2,5 при стетотодинамике. То есть, его меньше от крови оказалось, чем до начала тренировки. Поэтому говорю, что тяжело его оценить. А пока хитизово, ну, незначительно, 341 нанограмм на литр при динамике, 358 при стетотодинамике, а в норме 195. То есть, мы видим, что существенно мы видим, что и самототропный гормон, и, соответственно, инсульноподобный, то, что можно определить, определяется. Каких кортизол, он тоже ведь, он хоть и стероидный гормон, но он как раз выходит, он воздействует на ДНК, и выходит опять в кровоток. Его можем замерить, а тестостерон не можем. Я рискну предположить, что в силу статодинамики, что если использовалась, например, такая серийная работа, то есть по сериям, там 30 через 30, то на высоком уровне как бы лактата, я думаю, может быть, и, ну, естественно, относительно лактата, думаю, повышался, наверное, уровень гормона роста. Можно сказать, да? Можно сказать. Ну, вот это как раз зафиксировали, а тестостерон получилось зафиксировали только снижение. Ну, вот говорю, тут такие, как бы, цифры интересные, что как бы можно их толковать и так, и так. Ну, вот, будем, наверное, тогда ждать, получается, исследований, прям в томографе, когда спортсмена, не знаю, засунут в какой-нибудь томограф, да, и мы действительно там что-то увидим, похожее на... Это надо во время, прям, как он выполняет, это видеть, понимаешь, чтобы четко понять, сколько выделилось, сколько зашло в клетку. То есть, на самом деле, стрессовый фактор, то есть, опять же, мы, да, возвращаемся к этому понятию, можно получить не только вот там отказ, там, плюс два повторения с помощью. Я согласен по поводу новичков, потому что реально, ну, включаться, вот в работу, это надо уметь. Потому что, когда человек, не знаю, с 80, скажем так, процентным весом делает 20 повторений, это, мне кажется, это не 80 процентов далеко. Или одноповторный максимум, там какой-то, по-моему, даже от Грачев Александр про это говорил, что говорит, ну, как так, когда там с 90 процентным весом человек делает 10 повторений. Какого пауэрлифтера попробуй тяжелоатлету заставить 10 повторений, 90 процентами сделать. и соответственно, ну, вот, тоже пример интересный, я по поводу, скажем там, тренировочной программы, ну, не рассчитанной на отказ, есть такая система, ну, меня там попросили спросить, немецкий объемный тренинг, то есть, где принцип там 10 по 10, например, ну, берем вес, с которым мы, скажем, можем сделать 20 повторений, ну, не обязательно такую использовать схему 10 по 10, делаем 10, но с очень короткими периодами отдыха, то есть, получается там, не больше двух минут отдыха между подходами. И, в результате там к последнему, к предпоследнему подходу даже может, ну, появиться какое-то, ну, скажем, околоотказное состояние. То есть, видимо, идет на, креатин, фосфат, видимо, полностью не восстанавливается, я как понимаю, за 2 минуты, между подходами. Это работа для выносливости? Ну, она считается работой на гипертрофию такой распространенной. Здесь, как раз за счет того, что молочная кислота в крови достаточно много, идет вот такое действие непосредственно на те стеклы. То есть, нету отказа, нету центрального механизма, но есть периферический. Поэтому, тестостерон тоже все секретируется, и все нормально. А может быть, еще такой момент, что вот из-за, скажем, недовосстановления и неполного, скажем, того же креатинофосфата и неполного вывода продуктов, ну, скажем так, работы мышцы, да, продуктов утомления, будет идти рекрутирование такое, скажем, ступенчатое. То есть, в первом подходе включились определенное количество двигательных единиц, там мы креатинофосфат немножко потратили, но 10 повторений все равно немало, там длительность подхода около 30 секунд, наверное, будет. Вот. Потом с 2 минуты недовосстановились, чтобы поддерживать эту же мощность работы, в следующем подходе еще немножко новые двигательные единицы подключаются, еще, еще. И так получается, там, к 9-му, к 10-му подходу, мы, ну, скажем, даже может быть, на 9-м подходе там иногда бывает и отказ, что, видимо, мы рекрутируем больше за счет маленького промежутка отдыха, потому что во многих работах, вот, западных, особенно, по силовому тренингу, у них там отдых 90 секунд. А про отказ там вообще разговора нет. Но они пишут, вот, с маленьким отдыхом больше, значит, развития силы и выносливости, чем с большим отдыхом. Ну, понятно, что если прям с огромным-огромным запасом новичок делает, что он там и так-то не дорабатывает, то получается, что просто с маленьким интервалом отдыха он просто больше рекрутирует за счет недовосстановления, скажем, уже работавших мышечных волокон. Ну, там, и того же креатина и немного большого закисления. То есть, он просто, ну, скажем, моторное пополнение увеличивает с каждым подходом. То есть, такая модель вероятна по рекрутированию? Вероятно. Потому что очень-очень много вот этих всех современных рекомендаций по своему тренингу поддерживают, как правило, очень короткий отдых между подходами. Понятно, что когда пишут, что человек делал там подход на 5-6 повторений почти что до отказа, минуту отдоснул и смог его повторить. Просто на себя экстраполируешь, думаешь, я там после 5-ти повторений в становой тяге до отказа, я с 7 минуту только поезд буду снимать. Не то, что я через минуту уже этот повтор повторю. Здесь нужно понимать, что молочная кислота в мышечном волокне активно набирается еще после завершения, потому что у нас подход закончился, а рис-синтез креатинфосфата происходит как раз за счет наэробного гликолиза. То есть где-то через полторы минуты у нас максимальное количество молочной кислоты в учетном волокне. Не во время работы, а в период отдыха. Поэтому мы всегда категорически против коротких интервалов отдыха. У нас 5 активный отдых, либо 10 минут пассивный отдых. Меньше мы не принимаем, потому что для выносливства это вообще убийственно. От 7 митохондрий перегорят от таких коротких интервальных. Получается, секрет с этим тестероном будет, потому что из молочной кислоты, но слишком большое количество водорода может остановить прогресс. То есть там всегда надо баланс смотреть. За счет контроля именно таких слабых возможностей контроля для обычных посетителей фитнес-клубов, да даже и спортивных секциях. Там даже контроль на минимальном уровне редко осуществляется. То есть надо принимать во внимание вот эти катаболические факторы, молочную кислоту, или правильные ионы водорода, потому что существует в наше время критика молочно-кислого ацидоза, что главным фактором разрушающим скажем так с точки на химическом уровне является не столько молочная кислота в целом, сколько ионы водорода как продукт вне митохондриального гидролиза АТФ. Естественно, лактат сам по себе это топливо хорошее, оно большая молекула, а так в водной среде там молочная кислота всегда диссоциирована на ион водорода и лактат но выйти из клетки она может только в виде неприятной кислоты потому что ионы только там ионные каналы пропускают специализированные поэтому ионы водорода могут только в виде молочной кислоты покинуть клетку единственный вариант есть спастись А вот еще был разговор про вклад монокарботранспортеров лактата я слышал тоже были одно время в дискуссии что существуют монокарботранспортеры которые тоже лактат выводят Может быть я не знаю эту тему но я не думаю что его значительная роль Там вклад что процентов даже десятка процентов убирает 2-3 процента что-ли В организме очень много функций дублирующих всяких разных этих аппаратов но что это все-таки вот этот непосредственно выход молочной кислоты То есть фактически ну скажем из рекомендаций для практики можно говорить что гормональный фактор он имеет место быть но имеет свою действенность скажем так предположительную еще и на фоне скажем других факторов то есть и того же метаболического стресса на уровне клетки и питания и природных врожденных каких-то задатков но если гормонов не будет транскрипция не начнется вот в чем делать самый первичный этап строительства в любом организме присутствуют гормоны человека без гормонов сложно себе представить даже вот мы сейчас сидим за компьютерами все равно у нас в организме там скажем присутствуют и тестостерон и все остальные гормоны то есть может быть несколько менее активной форме для мышц но тем не менее менее активной формы для мышц у нас просто мембраны мышечные не закислили поэтому он туда не попадет лобилизация недостаточно я просто всегда обращал внимание когда ну там может быть там Салим говорил в интервью Александру о том что гормоны 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 то есть мы как бы делаем главный упор на гормоны ну это основной же фактор гормонов основа основа что в чем что транскрипция происходит под воздействием гормонов ну опять же вот мы говорим что смотри пример приведу вот человек например в Америке да там в Европе как принято у него какие-то проблемы он идет к эндокринологу он вообще не спортсмен никогда в жизни не занимался идет к эндокринологу и его проверяют смотрят у него маленький тестостерон да значение ему назначают терапию назначают он начинает принимать и он чувствует что у него какие-то опа мышцы появились а он не тренируется он просто живет там работает такое же может быть правильно Андрей там какая-то маленькая концентрация может же зайти и транскрипцию сделать так у нас для чего прием анаболических стероидов в медицине это хирургических заболеваний чтобы мышечная масса не терялась вот я пример поэтому много в принципе есть исследований что мышечная масса увеличивается без всяких тренировок не ну вот опять же здесь вопрос такой что если например человек достаточно здоровый и от природы в принципе он обладает ну несколько выше уровнем тестостерона чем например среднестатистический человек то в принципе для него главная задача скажем так чтобы даже присутствующие уже у него гормоны попали в клетку то есть для этого надо немножко выработать небольшое количество водорода чтобы улучшилась лобилизация клетчатой мембраны вот и поэтому собственно сам всплеск этот анаболический во время стрессовой работы он все равно скажем так ну условно ресурсов организма неких конкретного человека ну как таковой не превысит то есть он может быть парциально вырастет на какое-то время на короткое так скажем эпизодически но в целом то есть вряд ли уж сильно разовьет способность человека я думаю там на в десятки раз превысит уровень у него тестостерона покоя потому что вот эти уровень как бы колебания в циркадных циклах гормонов оно тоже очень такое спорное и очень незначительное поэтому главная задача в принципе как бы надеяться на врожденные какие-то параметры и просто стремиться чтобы эти гормоны как таковые там они естественно я не я не опровергаю там и не могу и право опровергать участие просто даже исходя из учебника по биологии до школы участие анаболических гормонов в строительстве мышечной гипертрофии но тем не менее мы имеем все равно некоторые другие факторы наряду с этими гормонами которые мы должны учитывать и скажем стремиться специально все ставить на говорить что только за счет тестостерона то есть опять же говорим про прием гормонов и несовпадение с тренировками с правильным временем то есть нельзя говорить что только тестостерон мы на это делаем ставку без учета остальных факторов скажем так у нас 4 фактора синтеза белка которых мы всегда называем что это повышенное содержание анаболичных гормонов это повышенное содержание аминокислот в крови это свободный креатин и водорода для лобилизации мембран это еще код вот эти 3 первых фактора в своей книжке спортивной физиологии указывал а Сиуэн еще добавил данные по новому про лобилизацию мембран и вот эти 4 фактора которым мы можем руководить процесс этого синтеза у нас постоянно синтез белка происходит и постоянно катаболизм и мы тренировкой в принципе только улучшаем эти 4 фактора и все они работают если человек истощен он просто будет питаться белковыми продуктами у него мышечная масса будет расти можно на этом без всяких тренировок без всякого стресса все эти 4 фактора они все нам усиленно помогают тут еще как раз попалась статья я тут немножко подготовился чуть-чуть называется она факторы мышечной гипертрофии под лампой физиологии вот тут авторы Мирошников Смоленский Российский государственный университет физической культуры спорта молодежи и туризма вот и интересные такие выводы ну просто зачитаю для ознакомления гормонально чувствительные процессы которые лежат в основе анаболизма мышц при гипо или супрафизиологических уровнях гормонов не активируются в значительной степени физической нагрузкой или физиологическое и физиологическое увеличение гормонов не приводит к какому-либо измеримому увеличению силы или гипертрофии мышечной ткани хотя имеются обширные доказательства влияния метаболитов на гипертрофию мышц фундаментальной теорией остается истощение энергетических ресурсов особенно в волокнах типа 2 в мышце вовлеченной в работу уровень местной мышечной усталости то есть достижение или приближение к волевому отказу по-видимому самый важный фактор в отношении роста мышц учитывая что общая мышечная гипертрофия будет прямо пропорционально количеству стимулированных мышечных волокон и времени нахождения под нагрузкой то любой протокол с высокой мышечной активацией и достаточным количеством сокращений внутри каждого мышечного волокна приведет к активации белка МТОР в аналогичной пропорции тем самым создавая подобный гипертрофический стимул МТОР воздействует на трансляцию и на транскрипцию на сборку белковой молекулы в рибосоме Ну вот по поводу кстати МТОР очень много появилось опять же работ основанных на его опять же мне кажется гипотетической стимуляции я даже лично знаю тренеров у которых МТОР 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 все поставлено все на основе белка триггерного построено там и питание и тренировка и все что угодно Лейцин воздействует на секрецию МТОР есть исследования но как я говорил это все таки не самый важный процесс самая важная это транскрипция они все важны но без гормонов мы не запустим ее Ну самое главное вот это меня интересовало то есть дискуссии насколько ну как сказать главенствующий фактор да то есть ну я считаю что в принципе я думаю сегодня очень подробно пояснили то есть определили что фактор все таки отказа опять же очень условный да то есть мы действительно нам даже вот я насколько помню Василия Волкова он выкладывал там неизданную лекцию Виктора Николаевича для пловцов недавно третья часть вышла часа на полтора и там я заметил что Виктор Николаевич очень много говорит о вот именно скажем так ну может это у меня как бы когнитивное исключение насчет траты вот именно креатина фосфата и рекрутирования как можно большего количества двигательных единиц в мышцы участвующих в конкретном упражнении то есть ну я думаю это тоже как бы понятный для всех должен быть фактор да что если мы тренируем там скажем приседания то мы там в квадрицепсе в ягодичных мышцах должны включить работу максимум максимум двигательных единиц то есть ну фактически дойти или до отказа или около отказа но скажем включиться там со всей мощностью с которой как бы возможно включиться в этом упражнении у нас работа должна быть не меньше 20 секунд всегда потому что мы должны полностью исчерпать запасы креатинфосфата так же если я сказал сам процесс транскрипции у нас стимулируется этим креатинфосфатом обычно когда у нас мышца расслаблена когда мы не работаем то почти весь креатинфосфат располагается в миофибрилов окружает эти мостики и процессы белкового синтеза идут так очень вяло вяло текущем режиме а когда у нас 20 секунд работы идет когда весь креатинфосфат переходит в режим работы челнока то очень много этого креатина залетает в ядра и они настолько ускоряют процесс транскрипции поэтому СВН всегда придавал большое значение свободному креатину и время полезной работы считалось именно по нахождению этого креатина поэтому и нужно делать 9 подходов в развивающих тренировках чтобы набирать суммарно полезное время работы когда креатин может залететь в ядро и там сотни раз ускоряет процесс транскрипции вот процесс транскрипции когда происходит там же тратится энергия правильно АТФ вот креатин синтезирует АТФ вот для этого и нам нужно вот это много свободного креатина вот и все вот в чем я встречал с этим мнением тоже там исходя из исследований что мол анаэробный гликолиз в гораздо меньшей степени восстанавливает вот этот вот креатинофосфат скажем челнок этот креатиновый чем например если мы берем там восстановление за счет метафон или за счет окислительных реакций что там процент восстановления в результате анаэробного гликолиза минимальный что креатинфосфат может как бы восстанавливаться и без него а типа вклад к гликолизу анаэробного но я кстати поищу это исследование может быть даже вот и если у Александра на канале видео это появится то я выложу ссылочку то есть что анаэробный гликолиз не так серьезно участвует в восстановлении этого креатинного челнока он очень остается в этом то есть как он гликолитических мысечных волокон там митохондрии нет там только анаэробный гликолиз то и восстанавливает креатин этого окислительных, там полно метафондрий, там они уже могут восстанавливаться и за счет окисления жира, и за счет аэробного гликолиза, а в политическом только такой вариант. Я вот сейчас просто за счет недостатка, не помню просто полностью это исследование, я поищу, там может быть интересно. Роль велась о том, что сам по себе анаэробный гликолиз очень малоэффективный, то есть там 16% он в энергообеспечении дает, и вот про это и Виктор Николаевич писал, и Василий Волков тоже проводил исследование в гераклеоне, слайды показывал, то есть там роль гликолиза переоценена, то есть это на самом деле очень маломощный источник энергии, но для дезсинтеза клеатинфосфата он только один в гликолитических волокнах. По поводу исследования, Андрей, скажешь, что как надо вообще с ними работать? Я считаю, что сейчас у нас огромное количество вообще неправильных исследований, потому что не учитывается очень-очень многих факторов. То есть я открываю, там кто-то делал 5 подходов, то есть нужно, чтобы понимать, нам надо знать, сколько времени имущество было под нагрузкой в секундах, сколько был отдых, был ли отказ, процент отягощения, там, то есть все исследования предоставляют очень маленькую данную, очень мало данных, что картину можно интерпретировать как угодно и не понимать. То есть поэтому должна быть модель представлена, теоретическая модель или, скажем, теория должна всегда главенствовать. Если исследование просто делается ради исследования, то никакого толку не будет. Вот я писал статью еще в свое время, там несколько лет назад, что делали, проверяли это, будет ли тренировка ног способствовать гипертрофии на руках. И вот одно исследование, там, значит, сначала качали бицепс, то есть испытуемые качали 5 подходов, а потом делали приседания. И, соответственно, никакого роста не было, потому что у них модели нет. А второе исследование, наоборот, сначала тренировали ноги, а потом качали руки. И первое показало, что никакой гипертрофии рук нет, и профессор этот стал заявлять, что вот, ничего ноги не дают для рук, а просто поменяв местами, сначала запустили сегрецию гормонов, поскольку чем больше мышечных групп задействованы в движении, тем больше будет сегреция гормонов. То есть, когда модель есть, то все понятно, как проводить. А большинство исследований делаются так, то есть, люди не представляют, что получится, а потом подгоняют получившиеся данные. Не представляют саму теорию, не строя модель. Поэтому таким исследованиям, а их сейчас большинство, нужно доверять всегда с очень-очень большой осторожностью. Я, кстати, извиняюсь, что перебиваю немножко, я просто встречал тоже такие вот, ну, как скажем, протоколы нагрузки, где, ну, чередовали работу на крупные мышечные группы, там, в тех же приседаниях или в жимах ногами с работой на более мелкие, там, те же, может быть, даже жим лежа или, там, сгибание штанги, там, набисло сгибание предплечья, да. То есть, я еще замечал такой момент, что вообще вот даже на себе и на своих тренирующихся, что, скажем, после тех же приседаний, особенно если это приличные веса какие-то присутствовали, там, под 90%, под 80%, то, в принципе, даже какие-то упражнения на руки уже идут не проще даже, я думаю, а просто как на контрасте, видимо, может быть, на возбуждении каком-то, на уровне, там, нервной системы, что тот же, там, когда начинаешь разминаться, этот блин, там, 25-килограммовый, на штангу одеваешь, и то, какое он даже после приседаний, кажется, он после приседаний, может быть, рекрутируется просто что-то больше, даже в руках, потому что приседания все равно прям, ну, не исключить в приседаниях руки полностью, то есть, мы все равно штангу удерживаем, работаем с таким предельным весом, у нас, может быть, общая какая-то идет такая тонизация каких-то нейрофизиологических процессов, да, после которой мы вот на контрасте больше можем рекрутировать, скажем, в работе на руки, это все равно, что после становой, например, хорошей, тяжелой, да, попытаться, например, поработать на бицепс, то есть, мы прям ощутимо сразу почувствуем, как там штангу, которую мы там еле-еле, там, может быть, на пять поднимали, она чисто нам легче стала, и мы умудрились даже после тяжелого подхода в становой добавить там два, одно, два, три повторения в упражнении на бицепс, хотя там достаточно, ну, пассивная, скажем так, роль бицепса в становой теге, то есть, может быть, ну, как, теоретически такая модель, то есть, играть какую-то роль. То есть, почему, что за счет общего возбуждения? Да, да, да. Ну, здесь может быть что-то через катехоламина? Да. Норадреналин? За счет этого может еще ощущаться. То есть, немножко рекрутирует, а может ведь это как-то рекрутированию способствовать большему, как бы, за счет, вот, да? Да, за счет этих гормонов, вот, у нас мозг более высокую частоту сигналов, где импульсов генерирует, и за счет этого могут подключаться новые двигательные единицы. Ну, не раз уже замечал, что, да, после там работы на ноги, все равно даже на руки, как бы, идет легче работа за счет, вот, к большему стрессу организм, как бы, мобилизовался в работе на ноги, а здесь, когда берешь, там, не знаю, 40-килограммовую штангу в руки, там, на бицепс, ну, уже она кажется реально легче, чем была бы до этого, казалось. Ну, я считаю, что это связано с адреналином и норадреналином, и, соответственно, с повышением частоты импульсации от мозга. Под модель представляется такая достаточно биологичная. Спасибо. И еще такой вопрос и предположение, особенно учитывая, что я опять, ну, я думаю, будет не только интересно мне, но я думаю, многим там соревнующимся и тяжелоатлетам, и пауэрлифтерам, и вообще, ну, силовикам, что как момент такой, который Александр, по-моему, Грачев часто поднимал, что вот именно такого некого перегорания, да, на фоне общего стресса тренировочного, то есть, когда там, мы вес там поднимали, ну, у меня, например, был такой случай, скажем, грубо говоря, в 16-м году, когда я в мемориале там имени Евгения Гуляева участвовал, да, где-то примерно там за две недели я решил такую, ну, приблизительную проходку в тяге сделать, по тяге выступал, и у меня там 230 килограмм, грубо говоря, я от пола там даже не оторвал, то есть, я так удивился, думаю, в принципе, веса для меня не такой, ну, не критический, а две недели, ну, вообще ничего не делал, ну, тут опять же можно, как бы, может быть, был какой-то и рост мышечной массы, но до этого 240 я, например, поднимал, и в результате на соревнованиях я поднял те же 240, то есть, ну, грубо говоря, становая увеличилась там почти за две недели на 20 килограмм, то есть, насколько действительно может вот этот вклад несколько перегор... ну, я условно говорю, перегорание по некому центральному типу, да, как говорят, перетренированность по центральному типу, влиять реально на результат, может быть, даже за счет тех же катахоламинов, я не знаю, там, какая-то усталость или утомление на фоне вот этой вот нейроэндокринной связки может действительно? Мы считаем, что центральная нервная система практически в спорте неутомляемая, это только вот в быту опыта там Павлова, Сеченова, когда по 8 часов рабочий день, то есть там и да, и идет, а в спорте у нас не бывает такой длительности нагрузки, чтобы уставала центральная нервная система, и она очень быстро, в принципе, там восстанавливается, там, час и все после тренировки. Ну, то есть, но все равно какие-то тормозящие вот эти вот нейрофизиологические процессы могут возникать в связи вот с предельными нагрузками, с частыми стрессовыми, отказными нагрузками. Вот я на себе просто не раз такое испытывал, что увеличиваешь там объем тренировки, и даже бывает вес-то вроде как растет, там масса вроде подросла, делаешь какую-то прикидку, оп, там, одноповторный максимум падает, там, на 10 килограммов буквально. Потом две недели отдыхаешь, там, грубо говоря, вообще ничего не делаешь, он не растет, а просто восстанавливается к прежнему уровню. Ну, может и даже рост быть, две недели ничего не делать. Да, то есть две недели вообще там ничего не делаешь, и раз, и оп, хотя бы к прежним результатам вернулся. Спасибо. Василий Волков тут рассказывал, у него был случай, когда он занимался с лифтером, с жимовиком, и они очень мало делали работы на высокопороговые двигательные единицы. То есть они вот работали в основном, давали работу 20-30 секунд, то есть такие экологические, и значительно повысили свои силовые многоповторки, стали поднимать больше, но на соревнованиях он не пожал запланированного, потому что отсутствовала работа на высокопороговую двигательные единицы. А там совсем уже получается другая техника, там надо мозг тренировать, нейронные связи нужно вот эти вот нарабатывать, шипиковые соединения. Поэтому здесь такое может быть, что сила даже выросла, вроде бы как, но перейти в нужное движение не получается. То есть все равно после, грубо говоря, периода, ну скажем так, работы на гипертрофию, нужен определенный, скажем так, период именно вот этого вот рекрутирования, скажем, тренировок на рекрутирование. Обязательно. Вот пауэрлифтинг в тяжелой атлетике, тем более, нужно только в основном этим заниматься и раз в две недели заниматься гликолитическими мышечными волокнами, а пауэрлифтинг и окислительными. Ну то, что мы все время вот рассказываем, вот так. А можно ли, например, грубо говоря, примерно соединить, скажем, эти, ну в некоторой степени эти циклы? То есть работать, например, может быть чуть в большем количестве повторений, ну с весами, скажем там, не может быть не 95%, но около там 85-90%. Но опять же мы понимаем, да, что все эти процентовки не очень условны, потому что если проценты берутся там от максимума, который был там полгода назад на соревнованиях, там вообще неизвестно реально, сколько это процентов. Поэтому от максимума, ой, да, а вот штанги не надо и считать, надо по ощущениям тренироваться. Вот, вот, петильный вес. А гипотовтор больше не имеет смысла. Я не понял, что ты имеешь в виду взять какой-нибудь там 80% делать на три раза, на пять раз, да? На пять, да. Ну а зачем? Смысл? Смысл такой. Ну, смысл в том, чтобы, например, ну так уж полностью не уходить в гипертрофию, может быть, да, и не терять за это время, скажем, вот это вот, я люблю это, мне слово сочетание, как моторное пополнение, да, не терять вот эту вот полноту рекрутирования, если можно так выразиться, да, моторных единиц. То есть оставаться все время где-то на этом уровне, но при этом чисто с точки зрения там метаболических процессов держать вот этот процесс набора мышечной массы. Ну, грубо говоря, если очень условно представить, там 80-85% там диапазон, может быть, где-то под 90, типа там схема там 5 по 5, вот и тому подобное. Но, может быть, там не раз в две недели, скажем, там, да, примерно там раз в неделю где-то, как бы реалистична ли такая схема? Да нет, смысла нет в этом. Мы считаем, реалистично это, когда мы работаем на высокопороговой двигательной единице, и там два, максимум три повторения. Либо надо работать уже на гипертрофию и работать от 20 до 30 секунд. А вот эти вот промежуточные, между ними, они только здесь и не боятся. Нет, ну, если мы, например, будем работать с весом там 85%, там, в принципе, там от 80% же уже, ну, почти все, в принципе, включается. Просто будем с небольшим отдыхом работать, не до отказа. Если хочешь все включать, надо делать много, больше пяти повторений. Как ты включишь на 80%, давай, ладно, будем от штанги считать, да, грубо говоря? Ну да. Ну, я... Семь процентов в жиме лежа, сделай пять раз. Как ты включишь все? Ты все не включишь. Ты еще пять раз должен сделать, чтобы, ну, условно говоря, все включить. То есть работа ни рыба, ни мясо, как я называю. Не до сиха работа. Вот мы и скоро вот с Сашей разберем, видео снимем про эти пять по пять, вот эти все медведевские. Все это снимем, вот расскажем четко, конкретно, что это работа, это ни о чем. Это вот только у новичков от такой работы, кстати, происходит рост миофибрил. А у новичков произойдет, да, пять по пять. Потому что он от пяти повторений, пяти подходов почувствует стресс и у него будет там, скажем так, гипертрофия в окна будет. Ну, если я, например, грубо говоря, вкладываюсь как следует в эти там 85 процентов там там изо всех сил вкладываюсь и отдыхаю немного между подходами, что как бы, например, ну, не дает мне полностью там креатинофосфату, да, восстановиться уже в работавших там мышечных волоконах, что я все равно с каждым подходом понемножку что-то новое, ну, как сказать, рекрутирую. Плюс еще как следует вкладываюсь с точки зрения там эмоциональной, да, то есть стараюсь максимально с максимальной мощностью выполнить упражнение. Да не, ну, зачем вот все это вот так усложнять, вот это все придумывать какие-то, зачем все уже проще, уже миллиард раз объяснили, прочитали, выяснили, узнали. Зачем? Наращиваем мясо и учимся его включать. А учимся включать на околопредельных весах. Один, два, максимум три повторения, ладно. Ну, я вот по своему опыту просто могу сказать, что как бы вот такие деления на периоды, как бы масса набора и включения, скажем так, рекрутирования, они не всегда как бы себя оправдывали с точки зрения того, что я на этом массонаборе, например, терял минус 10 килограмм там, грубо говоря, в приседаниях, а потом на вот этом рекрутировании, да, на периоде рекрутирования я просто, грубо говоря, возвращался там опять к своими, не знаю, 180 килограммам. Что это ты неправильно делал, 100%? Хотя там вес даже иногда собственный у меня очень, то есть я там после массонабора, ну, грубо говоря, весил там 83-82, там работая до отказа, там достаточно объемно, а потом выходил на большие веса, там на раз, на два повторения, и там чуть ли до 78 сбрасывал, бац, и обратно возвращал свой там прежний какой-то максимум там у меня составная тяга, и так недавно было, и с приседаниями тоже такое было. Ну это, информации мало, говоришь, там надо смотреть весь план, подседать. Я тоже хотел вклиниться, да, здесь надо уже рассматривать полностью всю подготовку, здесь не просто сказал там я делал это и почему не получается, здесь надо полностью весь тренировочный процесс рассматривать. Саша, нет, я стараюсь анализировать, насколько полно, насколько полно. Это не получится, для чего тренер и нужен, как раз вот для этого он видит спортсмена, беседует с ним, знает, как он живет, в каком состоянии тренируется, что он выполняет на тренировках, и тогда можно проанализировать и дать точный ответ. Да я, поверьте, я все анализирую. Я с этим не расстаюсь, с этими аналитической работой и своих тренировок, и чужих с утра до вечера. Вот, отключусь ненадолго. Если бы я не анализировал, у меня бы вопросов никаких не возникало. Ты что рассказываешь, понимаешь, не полностью мы его... Да, да, просто невозможно точно ответить, здесь получается вопрос в пустоту, а он не сможет тебе дать средство такое вот, ну, сказать, где правильно, где неправильно. Алло, связь есть? Здесь есть, да. Один момент, просто пропал. Ты же, да, там писал, что ты по болгарской системе, это ты был? Ну, и я тоже, видимо, писал, да. Не один я, видимо. Сразу же мы понимаем, что явно не болгарская система у вас была. Ну, не азит, вот, трапеций, квадрицепс, это ты писал? Нет, это не я. А, ладно. Ну, там, опять же, про болгарскую систему много таких, как бы, противоречивых моментов. Противоречивых таких моментов? Советский Союз на них наехал, вот и противоречивые партии. Они рекордсмены-то были не только там по весам, они еще по приему истероидов были рекордсмены, и по залетам на соревнованиях рекордсмены. Откуда ты взял, что они рекордсмены? Слушай, мы видео со Сани сняли, если мы полностью без монтажа поставим это видео, хана всей спортивной системе России будет, если без монтажа поставим. Ты прям такие громкие заявления, как будто он прям там все расписал. Ну, человек на словах немножко сказал, и все. Ты, болгары, меньше принимали, чем в Советском Союзе. По досировкам. Ну, давайте не будем говорить о том, чего мы не знаем конкретно, да. Вот мы вроде бы сейчас встретились, обсудили насущное. Павел, ты получил, да, как бы исчерпывающие ответы на свои вопросы? Может быть, тогда мы закончим пока, потому что тут помимо этого есть еще, что обсудить. Двадцать часа, да? А, повтори. Просто я тоже хотел бы воспользоваться возможностью пообщаться с Андреем, отдельно снять видео. Еще хочется сказать спасибо. Вот я был у Андрея на семинаре в Екатеринбурге в магазине Flex Sport. Вот, по-моему, в прошлом году. Это было где-то осенью, в сентябре, что ли, или в конце августа. В сентябре. Да, большое спасибо. Ну, почаще бы вот из семинаров по спортивной адаптологии вообще очень мало. В основном семинары таких заезжих бодибилдеров. Прям, ну, там ничего полезного, интересного. Ну, чтобы звали, правильно. Мы же не можем связаться. Ну, да, звали, организовывали, конечно. В Казани будет, если что, увидишь. Тебе тоже большое спасибо. Это, на самом деле, это хорошо, что ты прям откликнулся, пишешь. Для нас тоже повод поговорить, поспорить где-то. Так что... Да, конструктивной дискуссии тоже не хватает. Как правило, это все превращается, там, в кошмар в комментариях. Ну, это да. Ну, тогда что, предлагаю расстаться. Обменялись любезностями, обменялись информацией, познакомились. Тогда все, отключаемся. Всего доброго. Большое спасибо. До свидания. До свидания. Всем привет. Сразу извиняюсь немного за свой голос. Слава Простужин. Вот решил записать небольшое видео с некоторыми своими выводами по поводу прошедших в субботу скайп-беседы с сотрудниками научной лаборатории спортивной адаптологии имени Виктора Николаевича Силуянова, Антоном Андреевым и Григором Челенгаряном. Темой беседы было обсуждение значимости повышения анаболических гормонов в крови в результате силовой тренировки. А проходила беседа, ну, или дискуссия по инициативе Александра Захарова, тренера по тяжелой атлетике, мастера спорта и ведущего отличного YouTube-канала, сайта Мир Тяжелой Атлетики. Очень рекомендую подписаться на канал Александра. Ссылку на него дам в описании к видео. Сразу хочу поблагодарить и Александра, и Андрея с Григором за внимание к моей скромной персоне, если уделенное мне время. Ну, что я могу сказать? Я остался при своем мнении. А именно, значимость стресс-реакции нейроэндокринной связки во время отказной или околоотказной силовой работы ПК не имеет достаточной доказательной базы, а обосновывается в лучшем случае теоретической моделью. В описании к видео я, опять же, привожу ссылки на те обзоры и статьи, где довольно детально разбирается этот вопрос. Сразу оговорюсь. Я не подвергаю сомнению тот факт, что тестостерон непосредственно влияет на гипертрофию скелетных мышц. Это как бы, ну, ежику понятно. Но так ли важен и существенен как скачок тестостерона, так и скачок инсулиноподобного фактора роста и соматотропного гормона во время тренировки, хотя вот последний, да, соматотропин, практически не влияет на гиперплазию сократительных элементов, да, миофибрил. В покое мы все имеем достаточный уровень тестостерона, деятельность которого на поприще гипертрофии мышц ограничивается, ну, как принято считать, в большей степени проницаемостью клеточной мембраны, которая, в свою очередь, улучшается при небольшом закислении клетки ионами водорода. Однако некоторые эксперименты не фиксируют существенного роста того же тестостерона. В исследовании, проведенном Поповым, есть цифры, показывающие, что уровень тестостерона у контрольной группы и группы, занимавшейся в динамическом режиме с 80% от максимума, ну, классическая силовая работа. Тестостерон одинаков и составлял 4 нанограмма на литр. А у группы статодинамики вообще составил 2,5 нанограмма на литр. Известно, что стероидные гормоны после прохождения через мембрану уже не выходят из клетки. Но насколько был велик тот незафиксированный скачок? Неизвестно. А интерпретировать подобные результаты можно хоть в пользу теории значимости нейроэндокринного отклика, хоть и в пику. А пример Григора с борцами опять же ничего не доказывает. Ибо фактор отбора по генетическим задаткам, в том числе и врожденному высокому уровню тестостерона, выражен фенотипически и на уровне психики. Ну, то есть, ребята, крепкие, мускулистые, темпераментные. И его вклад в способность спортсмена выживать на аховых нагрузках того фактора врожденного, не отличим на глаз от вероятно мнимой пользы стрессовых тренировок, как средство повышения того самого тестостерона. Говоря проще, выживают на стрессе за счет врожденных особенностей своей гормональной системы, а не формируя стрессовая работа и высокий уровень гормонов. Как только появляются показатели уровня, ну, как только появятся, скажем, ну, увидим, да, показатели уровня гормонов будущих борцов до тренировок вообще, то есть до того, как они начали тренироваться, а также во время тренировки в процессе, в самой, на конкретной тренировке, и систематические измерения в течение достаточно долгого времени по ходу тренировочного процесса, одновременно с очень хорошим допинг-контролем, тогда и можно будет говорить о соответствии, либо о несоответствии теории гормонального отклика выводов эмпирических наблюдений. При этом нам известны такие же эмпирические данные в кавычках, да, о мускулистых и сильных рабочих заводах и портовых грузчиков начала или первой половины прошлого века. Поищите в интернете фотографии, там, что-то, рабочий завода ЗИЛ 1954 года. Или фотографию выпускников какого-то там железнодорожного училища, там как команда борцов сидит, а не выпускников железнодорожного училища. Которые в своем тяжелом труде, наверное, скорее пребывали в неком, ну, медитативном или остраненном состоянии. То есть, поскольку все их движения и навыки были доведены до автоматизма, и я уверен, что никто из них не пытался там погнуть ключ, закручивая гайку предплечьем, вот таким вот, да, как у моряка Папая. Или перекинуть через голову тяжелый мешок в порту, чтобы там стрессануть дополнительно. Или создать большую интенсивность работы. Даты тренировки ради рекордов, хоть в силе, хоть в развитии мышечной массы, должны быть пороговыми, или даже за гранью привычного порога мощности, интенсивности и тому подобного. То есть, работа до отказа или близко к нему необходимо время от времени. Даже хотя бы для рекрутирования максимального количества двигательных единиц мышцы, участвующей в боком оции. Больше волокон рекрутировано, в большем объеме мышцы самой, да, создан метаболический стресс, как триггер процесса в гипертрофии, а значит, улучшена проницаемость и мембран для прохождения гормонов. Но гормоны-то у здорового человека присутствуют и без стресса. А какая их доля проходит в клетку, а какая уничтожается в печени из этого эндокринного отклика, вопрос открытый. И где гарантия преобладания анаболических процессов над катаболическими, которые также серьезно подскакивают в погоне за стрессом? Тем более, что параллельное формирование этих разнонаправленных факторов может говорить о скачке анаболических гормонов, как о вызове МЧС, организм для залатывания дыр или ликвидации ущерба от протеолиза, вызванного закислением, от микротравм сократительных структур после эксцентрической работы жесткой и тому подобного. И не факт, что эти самые гормоны спасателей построят что-то новое, а не вернут просто клетку в ее некое нормальное, дотренировочное состояние, скажем так, наведут просто порядок. Ведь организм всегда стремится к гомеостазу. Но это все, конечно, тоже предположительно. Но критическое мышление и моделирование на основе научных данных это не наши ли лучшие друзья? А стремление к постоянному стрессу на тренировке, стрессу, я имею в виду по центральному типу, на уровне нейроэндокринной связки, в больших объемах быстро приведет к перетренированности. Это, по-моему, все знают. Все пробовали, все прошли. Если даже взять за основу перетренированности некое истощение гормональной системы и связать с теми же самыми всплесками уровня анаболических гормонов, то все равно картина складывается, но не в пользу стремления к стрессу как источнику вожделенного эндогенного тестостерона. Можно возразить на это предложением стимулировать просто гормональную систему на тренировках, но стараться не перебарщивать. И тогда все будет в шоколаде. И, вероятно, есть некий тонизирующий эффект тренировок на продукцию тестостерона, хотя последний можно объяснить просто возросшим запросом на этого инженера-строителя на рынке труда по возведению мускулатуры. Гормон востребован в организме и его производство может усиливаться. При этом не факт, что посредством кратковременного эпизодического стресса. А значит, вероятно, нужен не стресс как таковой в виде боли и сверхчеловеческих волевых усилий и тому подобного, но метаболический стресс на уровне клетки, который, полагаю, наступает независимо от развязывания пупка. В таком случае отказ или близкая к нему по интенсивности и продолжительности работа видится необходимой только в свете включения в работу рекрутирования максимального числа мышечных волокон. В заключении хочу обратиться к словам Александра Глебовича Невзорова, который советовал как можно яростнее подвергать критике свои идеи и убеждения для сохранения объективности. Чего желаю и всем посмотревшим это видео. Пока. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok